Я хочу начать сегодня с вопроса. Вы когда-нибудь встречались с кем-то или знали кого-то, чей образ жизни захватывал вас? Когда вы видели, как они жили и взаимодействовали друг с другом, проводили свое время, мечтали, все это настолько вдохновляло вас, что вы хотели быть похожими на них. В моем случае таким примером был мой дядя Берри. Большую часть своей жизни я не был христианином, а мой дядя Берри был пастором. В детские годы меня совсем не интересовала религия или духовные вещи, но я глубоко уважал то, как мой дядя жил, будучи христианином. Я наблюдал за тем, как он взаимодействовал с людьми. Когда мы были вместе, он был наполнен любовью, благодатью. Он нес мудрость в непростых ситуациях. Он также любил приключения. Он ездил в другие страны, чтобы наслаждаться той красотой, которую они предлагали. Но важнее было то, что он делился любовью и ресурсами с людьми. Мой дядя также любил отдых на природе. Он любил испытывать свои пределы в изучении дикой природы. Он также всегда знает, как хорошо провести время. Даже когда я не верил в Иисуса, я видел, как мой дядя жил и думал. Я хочу стать таким, как он, когда вырасту. Теперь, когда я стал последователем Иисуса, моё уважение к нему лишь возросло. Так кто же тот человек, на которого вы хотите стать похожим? Это может быть родственник или друг, звезда или известная личность, на которой вы подписаны в Инстаграм. У всех нас есть люди, чей образ жизни захватывает нас, вдохновляет нас жить лучше самим. Прекрасно, когда мы можем учиться у других, позволяя их образу жизни позитивно влиять на нашу жизнь. И после всего этого стоит отметить, что был один человек, который показал нам самый чудесный путь, и тот, кто учит нас лучшему образу жизни. И эта личность — Иисус. Сегодня мы рассмотрим четыре ключевые заявления, которые сделал Иисус о том, как жить самым чудесным образом. Их называют блаженствами. Мы рассмотрим их значимость для нашей жизни. Первое, которое мы рассмотрим, звучит так, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Вам нравится проявлять милость? Может показаться, что люди разделились в том, является милость чем-то хорошим. Одни говорят, что хорошо быть милостивым к людям, потому что это показывает силу характера, внутреннюю стабильность, когда люди не требуют наказания другим, хоть те его и заслуживают. Но другие говорят, что это слабость характера, которая показывает, что люди боятся заставить других дать отчет за их дела. Мы аплодируем фильмам, которые показывают, как милосердные протагонисты выбирают высший путь, как это сделал Рассел Кроу в фильме «Гладиатор», когда отказался убивать одного из своих оппонентов, несмотря на то, что император приказал ему сделать это. Он проявил милость к этому человеку, хоть этот человек сам бы убил его. В то же время мы болеем, когда жаждущие мести герои, вроде Лиама Нисона в фильме «Заложница», не проявляют милости, убивая каждого, кто причастен к похищению его дочери и служит карателю, который похитил ее. Часть проблемы кроется в том, что мы не всегда хотим оказывать милость, мы всегда хотим, чтобы ее оказывали нам. Если бы кто-то украл ваши деньги и не мог вернуть их назад, и полиция дала вам возможность выдвинуть обвинение и посадить в тюрьму, или проявить милость и отпустить, то какой бы выбор вы сделали? Вопрос с милостью кроется в том, что она всегда стоит нам чего-то, и нам решать, будет ли цена милости больше или меньше той цены, которую кому-то придется заплатить в наказании. Например, если кто-то украл вас 10 долларов, и его приговорили бы к году заключения, то вам было бы легко проявить милость и простить этот долг. Но если этот же человек украл 10 тысяч долларов, история меняется, и год в тюрьме уже не кажется таким жестоким наказанием. Но проявляем ли мы все равно милость? Как нам определить это? Мы должны посмотреть на Иисуса, чтобы Он показал нам лучший способ решения подобных ситуаций. Иисус говорит, вы будете счастливы или блаженны, если проявляете милость, потому что вы сами получите милость. Если вы будете всегда проявлять милость, это не будет гарантировать вам, что люди всегда будут проявлять милость к вам. Это не какая-то версия христианской кармы или чего-то подобного. Это может увеличить вероятность того, что вы получите милость, потому что люди будут ценить ваш характер и репутацию. Но наша нужда в милости связана не с другими людьми, а с самим Богом. Бог призывает нас быть милостивыми, прощать, а не держать обиду на людей, потому что именно так Он поступил с нами. В следующей главе Матфея, в 15 стихе, Иисус говорит, что если мы не будем прощать других людей, не будем проявлять милость к людям, Бог также не простит нас. Бог милостиво дал нам прощение и милость, которые мы не заслуживаем. Одним из явных признаков того, что мы получили Божью милость, является наша способность являть милость другим. Я повторю еще раз, одним из явных признаков того, что мы получили Божью милость, является наша способность являть милость другим. Пытаюсь ли я сказать, что мы не должны заставлять людей давать отчет за их дела? И если кто-то украдет 10 тысяч долларов, мы должны просто отпустить его? Все зависит от ситуации. Наша задача не состоит в том, чтобы придумать черно-белые правила. Нет, мы должны вовлекаться в эти ситуации и спрашивать у Бога, как нам проявлять милость. По сути, наша задача состоит в том, чтобы найти пути искупления и милости для тех, кто плохо поступил с нами. Мы можем творчески подойти к этому. Если мы переживаем о людях, которые поступили с нами плохо, и хотим проявить к ним милость, нам нужно время и любовь. Рассматривая прекрасный путь Иисуса, мы видим, что царство, в которое Он приглашает нас, наполнено милостью. Второе заявление, которое Иисус делает в этом месте, «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Прежде чем перейти к этому стиху, я хочу вспомнить два стиха из Библии, которые, как может показаться, противоречат этому заявлению. Первый, Иоанна 1,18. Там сказано, «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий внедре Отчим, Он явил». Второй исход, 33,20. Бог говорит, «Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых». Если мы знаем, что никто не видел Бога, потому что никто не может увидеть Его лицо и остаться в живых, то что означает это место, которое говорит, что «чистые сердцем увидят Бога». Вместо того, чтобы противоречить словам Иисуса, эти два стиха на самом деле помогают пролить свет на то, что Иисус пытался донести до нас. Это место не говорит о том, чтобы увидеть Бога так, как мы видим других. Нет. Здесь имеется в виду увидеть то, как Бог работает в мире вокруг нас, увидеть Божьи отпечатки в нашей жизни. Когда наши сердца наполнены эгоистичными или разрушительными мыслями и желаниями, мы будем смотреть на мир и людей вокруг нас эгоцентричным взглядом. Но когда наши сердца чисты, когда мы желаем видеть вещи так, как их видит Бог, тогда наши глаза откроются на то, что делает Бог, и как Он открывает себя вокруг нас. Вот два примера того, как это может проявиться. Когда наши сердца наполнены жадностью, нечистым взглядом на ресурсы, когда мы ставим свои нужды выше нужд других, мы будем смотреть на людей, как на соперников. Мы будем искать финансовые возможности и использовать вещи ради нашего преимущества. Мы не будем видеть, что делает Бог и как Он смотрит на других. Однако, когда наши сердца наполнены любовью и щедростью, а не жадностью, мы будем смотреть на других, как на людей, которых мы можем благоволить, явить им любовь. Когда наши сердца наполнены чистотой, и мы не фокусируемся на том, что это принесет нам, мы яснее видим то, как работает Бог, и как Он приглашает нас стать партнером в том, чтобы благословлять других. Люди становятся продуктом нашего эгоистичного наслаждения, и мы не видим прекрасный образ Бога в каждом человеке. Но когда наши сердца захвачены внутренней красотой каждого человека, как того, кто отражает подобие Божье, мы начинаем видеть отпечатки Бога на каждом человеке. Мы видим Божью славу и красоту в людях, хотя и не замечали этого ранее, потому что относились к ним как к сексуальным предметам. Кроме того, когда наши сердца чисты, мы можем возрастать в любви, желая увидеть то, как все люди придут к Иисусу, а не фокусироваться на внешней красоте людей. У меня были проблемы в этих сферах. Я был жадным и похотливым во многих случаях. Но 8 лет назад Бог помог мне очистить мое сердце. По телевизору шло шоу «Море». Если вам больше 20, то вы знаете, о чем я говорю. Это было ток-шоу, которое эксплуатировало драматические события в жизни людей, чтобы сделать их объектами насмешки. Когда я начал смотреть это шоу, то увидел там женщину, которую обвиняли в убийстве родственника. У нее было плохое отношение и злой взгляд. Когда я посмотрел на нее, то понял, что смотрел на нее с осуждением. Я считал ее монстром. Она казалась мне намного ниже моих моральных принципов. Но в тот момент Бог напомнил мне, что любит ее, Он создал ее по образу Своему и послал своего Сына Иисуса, чтобы умереть за нее на кресте. И когда эта истина проникла в мою голову и сердце, как солнце в темную комнату после того, как открыли шторы, мой взгляд на эту женщину изменился. Я сразу же увидел в ней прекрасный шедевр Бога. Я увидел, что ее жизнь имела ценность. Бог очистил мое ожесточенное сердце, чтобы я увидел ее так, как ее видит Он, увидел Его образ в ней. Очищая свои сердца, думая о том, что Бог хочет, мы начинаем видеть Божий образ, Его характер, дела и присутствие вокруг нас. Те же примеры можно применить к тому, что мы переживаем на природе. В работе, учебе, в отношениях, а также в других аспектах жизни. Чем чище становятся наши сердца, тем яснее мы начинаем видеть Бога во всех сферах нашей жизни. Бог работает вокруг нас. Он делает все, чтобы очистить наши сердца. А если наши сердца нечистые, мы упустим много чудесных возможностей встретиться с Богом. Так как нам очистить наши сердца? Мы должны встретиться с Иисусом. Это можно сделать через чтение Библии, молитву, песни и выполнение великого поручения, к которому Он призвал нас. Это лишь некоторые методы для того, чтобы встретиться с Богом. И когда мы узнаем лучше Бога, Его желания для нас, какие истинные добродетели Он создал при творении, когда мы осознаем те сферы нашей жизни, которые не соответствуют Богу, обращаем внимание на мысли и убеждения, которые не соответствуют Его, у нас появляется возможность изменить все. Мы можем попросить Бога в молитве изменить наши сердца. Мы можем сказать «да» Божьим путям, а не старым путям. Рассматривая прекрасный путь Иисуса, мы видим, что Его царство чисто, и в Нем правит Бог. Третье. Что говорит Иисус? «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Вы замечали, что у разных семей есть свои особенности или вещи, благодаря которым они известны? Например, вашу семью могут считать трудолюбивой или любящей семьей, а другую семью считают крепкой или любящей приключения. Их дети могут жить в разных странах мира, а родители сами регулярно путешествуют. У всего этого есть как позитивная, так и негативная сторона. Одни семьи славятся своей щедростью, а другой — своей закрытостью. Одни славятся своей любовью друг к другу, а другие — проблемами в отношениях. Те характеристики, которые чаще всего переживают в семье, часто становятся наследственными и воплощаются в жизнь разными членами семьи. Я помню, как играл в баскетбол в старшей школе против парня, который был талантливым спортсменом. Он стал профессиональным спортсменом и играл в НЛБ. Позже я узнал, что его сестра также стала хорошей спортсменкой, одной из лучших в стране в своем виде спорта. А потом я узнал, что их отец также был выдающимся спортсменом и продолжал работать тренером после того, как сам ушел из спорта. Эта семья ценила соперничество, упражнения и саморазвитие. Носить их фамилию, быть членом этой семьи, означало, что вы, скорее всего, любите спорт, и он дается вам. Так что же означает для нас тот факт, что нас называют детьми Божьими, членами его семьи? За какие качества известна наша духовная семья? Мы должны быть известны благодаря творческим и миротворческим усилиям. Я хочу передать привет друзьям из номер 9, Энегрэн. Мы ближе к Богу, чем все остальные, но когда люди вне церкви думают о христианах, то что должно приходить нам на ум? Им на ум приходит многое. Мы большая и разношерстная семья, в которой состоит множество разных людей, но одной из наших главных характеристик должно быть миротворчество. Мы люди, которые прилагают усилия, чтобы устанавливать мир в ситуациях, захваченных хаосом. Миротворец — это не пассивный или безразличный человек, пытающийся сохранить мир любой ценой. Нет. Миротворец — это тот, кто видит непростую ситуацию и делает все возможное, чтобы восстановить мир среди проблем и вызовов. Нельсон Мандела был миротворцем. Он неустанно трудился, проводя мирные протесты и ненасильственным методом разрушал программу, которая угнетала чернокожих в Южной Африке. Нельсон Мандела был активным миротворцем. Он попал в тюрьму. Ему много раз угрожали, когда он пытался установить мир между черными и белыми людьми, жившими во времена апартеида в Южноафриканской республике. Большинство из нас не станут такими, как Нельсон Мандела. Но у нас будет возможность проявить себя в роли миротворцев. Вместо того, чтобы следовать культуре бойкотирования, вместо того, чтобы вырезать людей из своей жизни при первом признаке проблем или несогласия, мы должны обратиться к хаосу вокруг нас. Мы должны активно и даже жертвенно приносить мир в конфликты. Миротворчество должно быть характеристикой церкви в целом. И когда люди будут видеть такого миротворца в своей общине, то в первую очередь они должны подумать, наверное, он христианин. Ведь это часть призвания в Божьей семье. Когда мы смотрим на другие определения церкви в Канаде и Америке, то слышим фразы вроде «христиане узколобые, нетерпимые». Почему люди говорят это? Есть разные причины, почему христиан описывают именно так. Некоторые из этих причин справедливы. Мы совершили множество ошибок. Другие же люди просто ненавидят церковь без каких-либо причин. Всякое бывает, но если мы получаем подобные описания, как последователи Христа или как община, то мы должны обратиться к Богу и узнать у Него, как нам быть миротворцами, а не создавать проблемы. По Божьей благодати мы должны изменить свой образ жизни, чтобы миротворчество было одной из главных характеристик христианина. Наши жизни должны показывать людям, что мы ненетерпимы и ненадменны. Рассматривая прекрасный путь Иисуса, мы видим, что Царство, в которое Он приглашает нас, наполнено миром и людьми, которые хотят устанавливать мир вокруг себя. И последнее заявление Иисуса в этом фрагменте звучит так. «Когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали пророков, бывших прежде вас». Этот фрагмент заканчивается на провозглашении Иисусом одного из самых удивительных обетований во всем списке блаженств. Большинство из нас не ассоциируют насмешки и угнетения из-за нашей веры с радостью и благословениями. Часто, когда мы переживаем какое-то сопротивление нашей вере в Иисуса и нашему мировоззрению, нам начинает казаться, что мы проигрываем и начинаем отступать. Бывало ли, что кто-то говорил вам что-то плохое или странно смотрел на вас из-за вашей веры в Иисуса? Что вы ощущали? Как вы реагировали на это? В завершении блаженств Иисус говорит, что мы должны радоваться, когда это происходит. Вот это да. Я помню, как я только стал последователем Иисусом. Никто из моих друзей не разделял мои убеждения. Я не мог не рассказывать им о том, что случилось со мной и что им тоже нужно узнать Бога. Но когда я делился верой со своими друзьями, я столкнулся с сопротивлением и отвержением. Большинство из них делали это вежливо. Но иногда люди начинали насмехаться над моей верой или просто исключали меня из своей жизни. Я часто слышал, Джордан, ты такой умный, зачем тебе верить в такую глупость, как религия? На что я отвечал, очевидно, я не настолько умный. Я много лет делился своей верой, но помню, что радовался лишь тогда, когда люди были открыты к тому, чтобы услышать об Иисусе. когда они приходили в церковь и когда была немалая вероятность того, что они отдадут свою жизнь Иисусу. Когда же люди отвергали меня из-за моей веры, я не был особо рад и счастлив. Это был двойной удар. Во-первых, они отвергли Иисуса. И если их сердца не изменятся, они будут на веки отделены от Бога, не познают Творца и Спасителя жизни. Эта мысль наводила меня на грусть, когда я видел, как они отвергают вечную жизнь с Богом. Во-вторых, я ощущал личное отвержение. Эти люди не просто говорили «нет» Иисусу. Все это влияло на нашу дружбу, особенно когда я перестал делать то, что раньше мы делали вместе. Мое желание жить физически, эмоционально и духовно в чистоте привело к тому, что я перестал делать многое из-за того, что когда-то делал с ними. Но когда нас отвергают, Иисус говорит, чтобы мы радовались. Почему? Потому что Божья задача спасать людей, а не наша. Когда мы делимся любовью и истиной Божьей с другими, мы доверяем Богу их сердца. Бог будет работать с ними так, как не можем себе представить. Божьи пути выше и больше наших. И вместо того, чтобы пытаться контролировать результат, мы должны в повиновении и в верности следовать прекрасному пути. Мы должны делиться им с другими, а результат отдавать Богу. Когда люди реагируют на нашу любовь неприятными вещами, отвергая нас, Бог говорит, чтобы мы не отчаивались. Он видит ту работу, которую вы делаете. Он не оценивает вас на основании результатов, потому что они принадлежат Ему. В этом фрагменте Иисус также обещает нам и плохие вещи. Придут страдания, отвержения, люди будут ненавидеть нас без особых причин, просто потому, что мы следуем за Иисусом и не боимся говорить об этом. Мы не должны бояться такого отношения. Вместо этого мы можем подготовиться к Нему. Давайте искать у Бога мудрость и сил, чтобы отвечать таким людям в любви и прощении. Иисус сказал, чтобы мы любили своих врагов. Давайте будем сознательно любить их. Рассматривая прекрасный путь Иисуса, мы видим, что Царство, в которое Он приглашает нас, предлагает лучшие пути жизни. Оно наполнено радостью и счастьем. Это самое прекрасное Царство с самым прекрасным Царем. Путь Иисуса – самый прекрасный путь. Нет другого мировоззрения или системы ценностей, которая могла бы приблизиться к Нему. Путь Иисус – это не череда опциальных учений, из которых мы можем выбрать те, что нам нравятся. Иисус предлагает путь для всего человечества. В этом прекрасном пути есть много места для творчества, индивидуальности, свободы выражения. Бог не призвал нас к единообразию. Он показывает нам границы, в которых мы можем пережить величайшую радость и жизнь. В тех границах, что Бог дает нам, есть много места, чтобы мы были собой и наслаждались разнообразием этого мира. Но несмотря на это, есть лишь один путь к Богу, к вечной жизни, через Иисуса. Если вы решите последовать этому прекрасному пути, чтобы самим встретиться с Иисусом и получить дары, жизнь в избытке, то больше не будете оглядываться назад. Иисус обещает нам, что нас все равно ждут страдания. И чтобы пойти Его прекрасным путем, мы должны признать, что мы духовно разбиты, слабы и отчаянно нуждаемся в Его помощи, чтобы жить правильно. Иисус просит лишь оставить ваше неправильное мышление, признать, что не все, во что вы верите правильно, и все ошибки и ужасные вещи, которые вы совершили, нуждаются в прощении. Это прощение может нам дать лишь Бог. Если это про вас, если вы устали искать свой путь в жизни, если вам надоело жить в боли и проблемах без надежды на улучшение, то я предлагаю вам выбрать путь Иисуса сегодня. Сейчас у вас есть чудесная возможность помолиться со мной. Вы можете отдать свою жизнь Иисусу и попросить Его направить вас на Его прекрасный путь. Если это про вас, то помолитесь со мной. Господь Иисус, я вижу, что Твой путь самый прекрасный. Господи, я хочу отдать Тебе свою жизнь. Я хочу изменить свои пути. Я хочу оставить все, чтобы принять Твой образ жизни, Твою жизнь вечную. Боже, прости меня за то, что я сделал. Прости меня за то, что я причинял боль другим, себе и тебе. Боже, приведи меня в свое вечное царство. Во имя Иисуса. Аминь.